В Латинской Америке используется такая форма, скажем так, определение расстояния от мяча. То, наверное, они просто как бы дали возможность стране представить их ноу-хау, которое есть в южноамериканской среде. Поэтому оно ни на что не влияет, но с другой стороны мы видели, что в одном из матчей, я не помню, какой арбитр, забыл. В первом тайме у него не было пенки. Другой ее проносил, также не использовал, ну потому что непривычно. А по большому счету оно дает возможность арбитру уйти от разговоров вот этих отодвиганий. Он себе читал, провел, не хотите становиться, получите. Не надо отталкивать, упрашивать и так далее, и так далее. И потом тебе, пока ты стенку устанавливаешь, говорят, мяч подвинули. Оно как бы для удобства, оно и так эмоционально прикольно смотрится, да, с одной стороны. И с другой стороны оно несет то, что ты уходишь от ненужных разговоров с игроками по поводу установления стенки или вперед или назад мяч. То есть ты определил четкие позиции и их отметил. Просто кто качественно наносит, кто кружочком, кто птичкой. Но это тоже оно как стадиончик цветной, так и это можно обсуждать. То, что касается электронной системы определения взятия ворот, то мяч, забитый, ну, скажем так, бензема, то, что были видеоповторы, я не уверен, у меня нет уверенности на 100%, что было взятие ворот. Да, когда там электронную графическую дали, но мы знаем, что электронная графика, она делается, ну, это компьютерная графика, ее как хочешь, так и делай. А вот те повторы, которые были в линию, в принципе, у нас мяч должен полностью пересечь. Что значит полностью? Это значит, должна быть просвет между мячом и линией. Я в данном случае, с повторов, просвета не увидел. Но сработала система, это опять же, как бы, все равно проверочная. Пробовать нужно было, и на таких, скажем, мундиалях, она, ну, более визуально хорошо смотрится, пробуйте все. Поэтому и новшество. Поэтому и будет большими людьми обсуждаться. Поэтому я считаю, что, как бы, ведение хорошее, просто нужно какие-то вещи скорректировать.